всем привет с вами шим очень рады видеть вас на своем канале в этом видео я буду показывать свои косметические покупки начну с двух масел для волос купила я вот такой вот керастаз эликсирультум я думаю всем давно известно это абсолютно бестселлер ютуба обалденная вещь если вам интересно обзор на это масло то я сделаю напишите в комментариях за против ваше мнение вкратце расскажу это масса для волос которые можно использовать как на грязные волосы для подготовки к мытью а так и на уже сухие чистые волосы на кончике уход для кончиков это его наверно основная функция и также для укладки может быть как средство для защиты от тепла и также стайлинговое средство для блин леска то есть вы можете сушить когда влажные после полотенца волосы наносите две капли вот так растираете и по волосам распределяете и это улучшает их состояние визуально во всяком случае второе масло которое я купила это вот такое вот в индийском магазине я купила кокосовое масло у него обалденный запах а когда вот так вот нюхаешь какой-то выпечки но когда его наносишь на волосы я вот вчера его делала он настолько сильный приторный становится что аж плохо но если повязать какую-то майку или полотенце на волосы то нормально у него что мне понравилось у него вот такая вот открывашка эту банку можно поставить просто под горячий кран и масло внутри растаивает и вот через вот эту вот штучку можно его прямо наливать на сами волосы это очень удобно да и сама баночка приятная удобная смывается но легко свал у вас в составе здесь исключительно только кокосовое масло никаких других ингредиентов нету фирма парашют но это индийская фирма в индии известная очень мне понравилось но вот сейчас мои волосы я вчера делала перед сном на час это масло и легла с влажа с мокрыми волосами вообще ничего не сушил не укладывал прямо с мокрыми мокрыми волосами а вы знаете что бывает когда ложишься с мокрыми волосами но вот после этого масла вроде как волосы выглядят нормально и даже не надо их ничего с ними делать я вот только расчесалась с утра следующая покупка касаемая волос это купила я себе плойку причем у меня была какая-то с плойками затяжная история я себе заказала в америке когда в нью-йорк летала плойку от ремингтон ну который 25 миллиметров одной толстой длины керакин терапи потому что ни в москве не в англии такой модели нету почему-то она только в америке выпускают они в итоге доставка не успела и досталась эта плойка моей подруги сюда я прилетела и заказала тоже плойку ремингтон но уже другой модель хотела я ту но тут ее нету пришлось взять эту вот такой вот чехольчик жароустойчивый который засовывать можно даже горячую плойку вот так вот она выглядит тоже обзор если вам интересно я сделаю естественно крутящийся длинный шнур розетка наша английская ужасающая гигантская вот такая вот штука тройная которая занимает место очень много что мне в нем нравится мне нравится его покрытие я уже его пробовала мне нравится его дизайн очень красивый мне нравится что у него регулятор температуры с циферками из все понятно что можно удерживать температуру у него до 220 градусов а температура если вы делаете на 180 вот я делала 180 то можно поставить замочек и она не будет у вас случайно нажиматься когда вы крутите также в наборе были и перчатки все говорят неудобные мне довольно таки удобно но в общем долго на этом не буду заострять внимание сделаю отдельный обзор и там все подробнее расскажу но сейчас по уходу тогда я расскажу о том что я купила для лица купила вот такую вот смывку для макияжа от номер 7 это британская насколько мне известна компания но во всяком случае я ее видел только в британии то есть я не ручаюсь что это британская но она у нас в сети аптек boots которых продается различная косметика различные средства уходовые вот она представлена именно там я думаю что возможно это даже какая-то бутсовская компания мне очень понравилось это пенка она смывает и и глаза и все весь макияж за полминуты все готово надо нанести на руки растереть единственное глаза я два раза я делаю прекрасное средство там же в boots я купила вот такой вот скраб увидела его у лизы он и потом зашла в аптеку и там он был очень дешевый что меня очень порадовал он полтора два фунта стоит это меньше 100 рублей он очень приятный чистый персик сто процентов натуральный тоже по-моему британская штука на ней даже написано бренд номер один в юкеи среди скрабов это сантивс список покупок и продуктов которые показали видео я всегда оставляю внизу если видео только-только загружено возможно я еще не успела просто этот список составить потому что я делаю это одновременно загрузкой но всегда в инфобоксе вся информация есть если когда вы задаете вопросы какие то вот сначала посмотрите в инфобоксе если там нет то я естественно с радостью отвечу потому что иногда я могу просто что-то забыть всем советую если вот такой увидите берите обязательно обалденный мне лучше скраба не было я вообще не увлекалась раньше но я вот этот попробую теперь пользуюсь через день он довольно таки мягкий но в то же время он шелушивает абсолютно все у меня вот всю неделю была огромная какая-то проблема с лицом у меня вся кожа покрылась как будто чем-то болею огромными прыщами пользовалась этой штукой все отшелушила все прекрасно стало это по уходу все а вот единственное наверное еще уходовая это вот такой я купила для ногтей штуку у меня почему-то начали очень сильно желтеть ногти наверное потому что я их красила темными разными лаками или всякой умной эмалью пользовалась и вот эта штука она от мава white так вот она выглядит не знаю видно вам не видно эта штука вроде как написано оптически делает ногти белее но я так поняла она нифига не помогает она делает их исключительно оптически белее за счет своей какой-то тонировки но выглядит на ногтях очень классно и мне понравилось что она матовая то есть если нанести один слой ощущение что это просто ваши собственные ногти очень ухоженные отполированные красивые без всякого лака вот это мне понравилось мне не понравилось что у нее формальдегид в составе как-то мне кажется это не очень хорошо но если бы она работала действительно то и мне было бы все равно и вчера кстати я попробовала уже народным средством и обалденно а я сделала но для ногтей во первых я попробовала маску сделать это просто в горячую воду в такую плошечку насыпать соли ну где то столовую ложку и лимонного сока можно йода иногда и так подержать в теплой воде минут 15 это для укрепления именно ногтей и это действительно работает у меня меньше стали они слоиться потом после этого я сделал я не знаю может быть это конечно вредно столько лимонного сока но я сразу же после этого сделала лимон просто разрезала пополам и вот так вот в него сунула две руки в две половинки и держала тоже минут 15 и у меня заметно посветлели ногти заметно стали более лучшего вида и побелели именно то есть вот эта желтизна ушла она конечно ушла не до конца я не знаю видно вам но она во всяком случае вот как же так показать то они уже не смотрятся желтыми и они выглядят гораздо лучше также я купила в москве для ногтей вот такой вот карандаш он для подкраски ногтей изнутри то есть когда не хочется красить ногти а я вообще линейный человек в этом плане я это делаю только на какие-то мероприятия важные вот этим кончиком убирается из под ногтей грязь всякая и вот эта штука рисует белый карандаш под натуральный френч это делается это просто вот так вот под ноготь засовывается и вот так рисуется вот так вот просто рисуется снизу получается ухоженные аккуратные ногти можно также это сделать под какой-то прозрачный лак или под когда вот терапию вы проходите по ногтям каких-то средств для укрепления пластины ногтя это отлично ну продолжая тему ногтей купила я их показывала вам в косметичке своей в москве купила я в январе вот такие два лака в москве эссе в восторге полнейшем вот в эту неделю последнюю ходила этот уже раз пять наносила для меня это много пять раз оттенок десятый и восемьдесят девятый вот этот оттенок просто чума он как графит как графитный карандаш вот грифель графита вот этот он нежный нежный эссе у меня бесспорные теперь фавориты всех моих лаках в будущем только наверное эссе я буду брать ну и нейл инс мне еще очень нравится перламутровый нежный такой жемчужный цвет из косметических декоративки у меня что было куплено купила я вот такой вот показывала вам видео о консилерах make up forever все еще никак не могу определиться сомнением но абсолютно точно я уверена что их нельзя использовать под глаза потому что это просто кошмар это как у бабки восьмидесятилетний сразу у вас вот такие морщины и все в складках и под глаза если вам нужен консилер ни в коем случае не берите вот эту вот фигню от make up forever во первых она стоит дофига я даже не помню что то в районе полторы тысячи ну точно я не помню но около того но если вам нужно именно корректировать какие то вещи то есть красноту он довольно таки нежный мягкий для лица еще не определилась для глаз точно нет затем купила я себе наконец таки палетку от инглот хотела я еще в штатах опять таки ее купить но там был ужасно маленький выбор на тайм сквер я так и не дошла до магазина потому что пошла покупать что то другое в маке они у меня уже побились вот так вот купила я две радуги вот такой вот малиновый один вот этот очень классный цвет и вот этот перламутровый я вам сейчас сводчики покажу вообще после чего я захотела купить палетку и вот у блогерше мигагелл 07 по моему не уверена какой там в конце индекс увидела обалденный я таких красивых макияжей еще не видела как раз вот с такой палеткой в золотых тонах с коричневым красноватым вот этим вот как раз цветом вот здесь и первый раз у нее я увидела что как стрелки она классно делает тенями и они получаются бархатно-черные-черные но по законам подлости разумеется именно тех цветов которые мне были нужны не было у них этой черной пришлось взять другую но я тоже довольна вот этой очень штукой она вот разных цветов радуга вообще очень удобная качество тени потрясающе еще куплю себе наверное еще одну палеточку вот такой вот красивучий перламутровый синий его я делала когда черную стрелку и сверху этой стрелки тонкой можно нанести вот этот синий в середину очень красиво смотрится тут у меня разные тени у них есть AMC это которые самые такие ядреные и слабо растушевывочные и есть тени которые матовые вот матовые у них тоже чума серые цвета очень красивые и рыжие я вообще люблю рыжие цвета они на мне очень естественно смотрятся мне даже сейчас в общем кто еще не пробовал очень советую тени Inglot штука обалденная единственное у них очень большой минус есть если у вас есть какие-то магнитные палетки то не берите саму палетку Inglot потому что она очень тяжелая вот этот геморрой на том что она с такими вот магнитами тут сильными она падает и вообще это очень тяжелая вот эта вот штука дубина просто ее своей не натаскаешься поэтому лучше просто набрать рефилы и засунуть их в палетку еще была приобретена мною вот такая вот маленькая дорожная штучка от Shiseido мне еще такую когда-то давно дарила подруга на день рождения такая вот штука у нее цвета вон розовые серые такие для нежного такого макияжа покажу вам сводчики такие вот их я вам не советую потому что сыпятся они просто ужасающим образом единственно розовые вот смотрите я сейчас провела пальцем хотела сделать сводч видно вам нет вот здесь вот и вот что произошло я еле докоснулась не берите тени Shiseido взяла только из-за розового цвета но потом уже пожалела лучше бы я еще взяла энглота просто кошмар но зато сама упаковка очень приятная очень красивая но нафига там упаковка если там фиговые тени и с того моя маленькая радость которую я ее не покупала я ее поддюдюлила у своей сестры наша сестра у меня не красится так как у нас грузинские корни у нее очень я вот светленькая моя сестра она такая с черными ресницами ей краситься и не надо я у нее нашла палеточку замечательную новую и ее так сказать выпросила это вот такая палетка великолепная от Герлена вот этот в пылесборнике вот еще кисточка для помады была хожу сейчас все время с ней в косметичке такая вот красота так вот она выглядит здесь в ней очень цвета похожие на палетку Naked это вот так сказать можно назвать уменьшенным Naked вариантом вот это сиреневый цвет просто потрясающий которого в Naked нету а хорошо если бы он там был бы вот так вот зеркало чумовое но вообще качество всех палеток Герлена оно заслуживает огромного уважения радости и многих многих хороших слов и то что у них зеркало в полную крышку также здесь есть кстати матовый цвет вот здесь это тоже очень хорошо и еще здесь есть помады то есть если вы едете куда-то на день на два больше этой палетки вам нафиг не надо а можно и на неделю честно говоря ее взять вот этим вот цветами я пользовалась в предыдущих видео о завивке волос и о своем обзоре тональных средств вот это вот как раз из этой палеточки вот этот вот цвет мне нравится что здесь разные то есть здесь вот есть нюдовый совсем они смотрятся здесь розовыми на самом деле он коричневый такой почти вот этот вот вернее почти коричневый он темный а вот это такой вишневый какой-то вишнево-малиновый обалденная вещь запах просто чумовой увлажняет губы очень приятно сейчас вам сделаю сравнение с нейкед тут первый цвет он почти одинаковый вот с этим и он знаете как нейкед через один вот видите очень похожи цвета что-то среднее взятое из нейкед качество теней потрясное пигментация потрясная сейчас сделаю вам сводчики вот так вот это все выглядит вот этот фиолетовый он просто обалденный просто очень красивый они все сатиновые кроме вот одной матовой он такой нюдовый что его даже почти не видно на пальце купила я вот такой вот тушь Dior Dior Iconic ничего особенного у меня же была такая вот такая кисточка пластиковая мне нравится что ей можно наращивать объем можно делать его более натуральным или наоборот более вычурным что она черная черная но в ней не нравится что ее фиг смоешь ее реально заколебешься пока смоешь я даже подумала может я ошиблась взяла Waterproof но нет это просто вот такая вот тушь которую фиг смоешь и поэтому сразу же я купила свою любимую тушь на следующий день от Max Factor вот такая вот она еще раз показываю false lash эффект лучше в миллион раз Dior этот просто валяется купила помада от Bourjois тоже второй раз уже этот цвет я беру обалденная помада мне очень нравится многие очень ругают помады Bourjois у меня во первых у них потрясный дизайн все как это красиво качественно сделано здесь удобно что есть цвет у них оригинальная упаковка вот так вот это все достается красивый сам тюб у них не пачкается вот эта штука помада об него не вытирается цвета очень красивые нюдовые карандаши нюдовые я беру только Bourjois буржуа ну вот очень красиво выглядит не знаю вот тут качество упаковки просто потрясающе и цвет сейчас вам покажу вот смотрите какая пигментация очень красивый такой практически мюдовый вишневатый такой вот цвет ярких собственных губ и она такая прям какая-то кревовая но при этом к ней ничего не липнет то есть не как Lip Balm от Revlon то есть такая вот помада помада прям классический вариант помады ну и напоследок я покажу вам кисточки которые я докупила их я уже мне кажется много раз показывала но вот именно вне дворе они были взяты мной это они сейчас грязные прошу прощения 217 жить без нее уже не могу от MAC от MAC 219 это раскушевочная так есть карандаш просто не представляю как без них можно что-то сделать сейчас вот я не знаю как я раньше жила без этого и также MAC 263 скошенная small angle brush потому что у меня была вот такая кисть я и была довольна от ECO Tools которая стоит просто копейки это уже стоит около тысячи рублей но разница есть и сейчас я вам покажу сейчас я сделаю тени и глотовские на руке как проводят по пигментации по плотности нанесения и по толщине линии одна кисть и вторая я даже если три раза проведу ECO Tools она так не проведет вот это маковская кисть одна и та же тень была нанесена MAC и ECO Tools и вот толщина линии MAC и ECO Tools у MAC везде ровная идеальная линия у ECO Tools разной толщины линия разного тона вот за это стоит переплатить 500 рублей если лучше взять одну но потрясную кисточку но я думаю тут очевидна разница еще я хочу сейчас купить себе подводку гелевую потому что я поняла что вот эта кисточка делает подводку в миллион раз лучше чем подводкой карандашом это я делала сейчас тенями и глот и сейчас хочу попробовать гелевую подводку от MAC Black Track если вы пробовали пожалуйста скажите свое мнение чтобы я так сказать не сглупила но я думаю все равно ее надо взять попробовать потому что это классическая вещь ну и напоследок вот купила я еще очередную кисть от Real Techniques давно ее тоже хотела все никак не доходили руки я в восторге полнейшем это сейчас скажу как называется Expert Face Brush для foundation для нанесения тона просто потрясающая вещь идеально для контуринга вот допустим муссами тональными муссами или муссами румяными вот которые не сухие а вот такие вот кремовые любые кремовые текстуры любые текстуры жидкие тональные кремовые просто потрясающие и так же ее можно контурировать какими-нибудь бродзерами сейчас покажу вам как она это первая кисть которой я действительно могу пользоваться муссами не пальцами сейчас я покажу я сегодня ее делала видите вот она наносит и сейчас я ее растушую неудобно правда левой рукой можно делать разный уровень растушевки просто обалденная штука и именно она очень плотная у нее очень высокая плотность не как у стиплинг браш потому что стиплинг браш гнется во все стороны а это просто потрясная штука у кого есть сигма кисти вот эти вот их такие кабуки на ножках разные три я думаю стоит попробовать и такое потому что мне кажется что она лучше у меня собственных кистей этих сигмы нету но я их пробовала у подруги не могу точно вам заявить но просто думаю вам в любом случае будет интересна такая кисточка может быть конечно это на вкус и цвет я не утверждаю так вот она делает ей сегодня делала вот тут линию роста волос сейчас чуть-чуть контуринг не знаю видно вам не видно обалденная вещь просто обалденная все лицо можно ей одной сделать кроме наверное пудры потому что для пудры у меня есть другая моя любимая кисточка надеюсь вам было интересно это видео если это так то голосуйте подписывайтесь на мой канал желаю всем хорошего настроения также не забывайте заглядывать в группу вконтакте сейчас я пытаюсь там уже больше активности вести а то мне все некогда было делайте также запросы вконтакте может быть вам интересно что-то конкретное посмотреть желаю всем хорошего настроения до новых встреч пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...